В Ярославле состоялись областные лично командные соревнования по многоборью со служебными собаками. В состязаниях приняли участие 18 кинологов со своими питомцами из всех подразделений Ярославского управления службы исполнения наказаний. Пять дней упорного труда, а в награду победителям грамоты и кубки собакам по несколько килограммов вкусного корма. Лучшие кинологи области соревновались на базе городка служебных собак. В состав судейской бригады, помимо сотрудников тюремного ведомства, вошли в ветераны кинологической службы. Перед началом состязаний уточняются критерии оценки. Кинолог поднимает руку, говорит результат. Зачет принимается по кинологу. Ежегодные соревнования кинологов – это проверка профессиональной подготовки сотрудников и степени натренированности собак. От того, насколько четко служебная собака выполняет команды, зачастую зависит человеческая жизнь. Линда первый раз выступала перед таким количеством людей. Собака молодая, ей всего два года, но смогла справиться с волнением и выполнить довольно сложное задание по осмотру грузовика. Немецкая овчарка – самая распространенная порода на военной службе. В патрульно-розыскной работе только восточные европейцы могут с ними конкурировать. А вот для поиска наркотических веществ используют также лабрадоров и спаниуэлей. Имитатор наркотического средства – каннабис. На протяжении пяти дней специалисты-кинологи показывали различные нормативы в общих и специальных дисциплинах. И обыск транспортных средств, и обыск местности, и выборка человека, выборка вещи. Ну, если сказать по уровню организации соревнований, соревнования были проведены на хорошем уровне, скажем так. Ну, нет предела совершенству, можно, конечно, и лучше будем стремиться лучше организовать. Последний этап соревнований – лобовая атака и отношение собаки к выстрелу. Не отвлекаться на выстрел, схватить, не перехватывать, не отпускать, удерживать хватку до того, как инструктор-кинолог не подбежит и не снимет собаку любым способом. Все, вот весь норматив. В этом виде состязаний отличился пес по имени Султан. Выступления собаки с бомбошкой принесли хозяину победу в личном первенстве среди старших инструкторов-кинологов. До этого участвовал в соревнованиях семь раз, был призером, занимал второе место, третье место, и вот, наконец, до первого доскреблись. Султану уже восемь лет. Это его, скорее всего, последнее соревнование. Переходящий кубок победителя завоевала команда из Рыбинской исправительной колонии номер 12, а все питомцы победителей заслужили по нескольку килограммов вкусного корма. Илья Барабанов, Ирина Майкова, Василий Мосин, Городской телеканал. Спасибо.